Следователем Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении 20 обвиняемых в мошенничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Криминальная схема по реализации электроники сомнительного качества посредством интернет-сайтов была выявлена и пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружного управления. Полицейские установили, что злоумышленники разместили в интернете свыше двух десятков сайтов, которые были ориентированы на покупателей телефонов и наушников популярных брендов. Операторы колл-центров связывались с посетителями данных торговых площадок, а затем курьеры доставляли выбранные товары. После вскрытия упаковки покупатели понимали, что полученные модели не соответствуют заявленным требованиям, а также имеют признаки подделки. Следственными органами полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ и в дальнейшем соединены в одно пространство. По версии следствия, в результате противоправной деятельности общий ущерб в размере свыше 4 млн. рублей был и причинен 242 гражданам. Обыски проведены в офисных, складских и жилых помещениях на территории Московского региона в Самарской, Нижегородской и Ленинградской областях. Полицейскими изъято порядка 2500 мобильных телефонов и наушников, а также банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники упаковывали поддержанные телефоны в коробки и наклеивали на них идентификационные номера от новых устройств. Высокий спрос обеспечивался низкой стоимостью продаваемой электроники, которая была на 20-30% ниже рыночной. В настоящее время обвинения в инкриминируемых деяниях предъявлены 20 фигурантам. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды для рассмотрения по существу.